Рауф Мамедов Рауф Мамедов и Микола Бортник У нас есть Александр Бортник и есть Микола Бортник То есть два брата, два сильных Блицора Но вот Микола сейчас в этом братском соревновании вышел вперед У него 10,5 очков Итак, два лидера и пять писследователей Мне очень приятно видеть, что Давид Навара взбодрился и снова вернулся в лидеры Так, сейчас мы смотрим... Ну что, давайте Петросян Жигалко посмотрим Наконец-то в Белоруссии посмотрим белорусского шахматиста Третий стол Тигран Петросян играет против Сергея Жигалко Я с Сергеем Жигалко регулярно играю в Блицпартии в интернете В общем, шахматист он очень, конечно, квалифицированный, сильный, предприимчивый Но тут соперник у него, надо сказать, очень серьезный Тигран Петросян демонстрирует такую настоящую Блицорскую выучку Очень боевой, очень напористый И, конечно, на последних секундочках партии бороться с ним очень тяжело Но посмотрим Ну вот сейчас соперники обмениваются мнениями Итак, кто у нас играет? Рязанцев Грачев, Савченко Мамедов Ну вот, видимо, встреча с Борисом так радовался Рауф Петросян Жигалко И вот четвертый столик – это Бортник против Навары Так, осмотрим, кто дальше Вот я просто зачитаю еще несколько пар Бортник Навара Это четвертый столик Андреасян Смирин Так что Илья тоже держится где-то достаточно вверху Мелкумян Белоус Валерий Попов – другой Бортник Александр Розум Алексеев Ройс Коваленко Джабава и Наркиев О, Бадур Джабава Смотрите, какой интересный боец Панкратов Рахманов Зубов Хузман Еще один белорусский шахматист Разин Бочаров Ну и так далее Валентина Гунина, конечно, после поражения Откатилась далеко Сейчас играет на 18-м столике Ну, дай-то бог Может быть, ей еще удастся Вернуться наверх Вот это Давид Навара Неунывающая на дальнем плане Александр Хузман В родных краях Ну, видимо, Бориса А, Бориса Гельфандер В принципе, невозможно было сюда заманить Потому что сейчас в эти дни начинается в Москве Такой матч стенка на стенку Опытные шахматисты против молодых Россиян называется турнир Щелкунчик Ну и давайте смотрим, как играет Петросян против Сергея Жигалко Слон уже разменялся на Ф3 Белые уступили центр Но это дебют рейти И черные захватывают центр Очень энергично Сейчас, если, может быть, еще и Ф5 можно было бы сыграть С4 Ну, в принципе, логично, да? Белые цепляют центр Пытаются сделать так, чтобы слону с Ф3 нашлась работа Не знаю, ДЦ напрашивается, если честно ДЦ просто дали пешку Почему бы не взять? Ну, белые, наверное, путем Ферз С2 будут эту пешку отыгрывать Если сыграть, Д4 все-таки расширяется диагональ для белого слона Ну, какое есть еще воинственное продолжение? Е4, а потом и Ф5 Да, но вопрос в том, удастся ли удержать этот пешечный клин Да, вот идет по первому, самому напрашивающемуся пути Сергей Ну, теперь надо просто развивать фигуру Я думаю, что цепляться за эту пешку нет какой-то большой необходимости Есть, конечно, ход Ферз Д4, нарочито жадный Ну, кстати, хочет его сделать Хочет его сделать, Сережа Правильно, правильно, правильно Так, если Е3, но все-таки структура ослабляется И к тому же Ферзя на Д3 можно внедрить Ну что, интересно А если конь А3, тогда слом бьет А3 И видите, на 1 там ладья повиснет Не так-то просто отыграть эту пешку А если немножко промедлить белыми Черные успеют развить коней Там конь Д7, конь Б6, допустим И эту пешку вообще не отдадим никогда Конь Ф6, не знаю, может быть, конь Д7 Было чуть поточнее Но так или иначе, проблему развития черные решат без проблем А вот как белые сейчас будут развиваться Не вполне понятно Может ладья Д1, Д3, надо просто эту пешку отдать Но на ладья Д1, слон С5 Есть неприятный ход На Ф2 все подвисает Вы знаете, проблема есть у белых Мне кажется, Тигран просто не ожидал Такой наглости от черных Что они возьмут пешку и даже не отдадут Да, вот поэтому задумался Задумался Дружище Тигран И Б3 не подорвешь Ладья висит на 1 Д3, тогда явно структура будет хуже Конь С3 Ну что ж, развитие, вполне нормальное развитие Но теперь о пешке С4 Уже придется на время забыть Черные получают самое нужное для них время Я думаю, что идея белых заключается в подрыве Б2, Б3 Вот сейчас следующий ход будет Б3 Ну что, Б3, да Вот фактически такая официальная реальная жертва пешки происходит Но у черных еще есть возможность Конь Б4 добавить огоньку Посмотреть, куда этот ферз пойдет Кстати, он может пойти на Ф5 Теперь есть случай ферзь Б3 Конь С5, наверное, собирается сыграть Сергей Таким образом пункт Б7 удержать Да, и вот самое главное успеть развиться Ферзь С2 Ну что, пора слон Е7, наверное, играть Пока не поздно Ну, белый, конечно, там слон Б2 Ладья Б1 Масса возможностей есть Слон Е7 Так, примерно по 2 минуты у шахматистов Ладья Б1 без угроз Просто играем 2-0 Вот не надо здесь ничего изобретать Просто 2-0 надо сыграть Так Ой, не надо, не надо ферзя трогать Хорошо, ферзь стоит Отлично Ферзь Д7 Ну, для надежности, да Чтобы пешку Б7 нигде не зевнуть Так, посмотрим, посмотрим Ну, определенную инициативу, конечно, за пешку белые получают Ну, 2-0-я-то здесь, Сереж, надо сыграть Быстро, быстро Вот не надо сейчас 5 секунд тратить на этот ход Вот Хорошо Разрыв во времени еще небольшой Но самое главное черным сейчас укрепиться И консолидировать полностью позиции Чтобы просто можно было констатировать Что у них здоровая лишняя пешка Так, белым надо как-то в центре разворачивать свои силы Ну что, может пешку на Д3 поставить? Слона вывести потом? Нет, ладья Д1 Это более амбициозный план Может быть, белым даже Д4 хочется провести Вот, соответственно, Сергей этому плану препятствует По вертикали Д есть серьезная контригра Слон Б2 Ну, при этом ладья на Б1 оказывается, ну, немножко так Без работы Может быть, это на время, да? Потому что слон уйдет на А1 в итоге И ладья с Б1 снова будет стрелять Да, именно таким образом поступает Петросян Но, вы знаете, вот хочется очень ему провести Д4 Это видно Хочется, хочется Может, черным конь Е6, конь Д4 Так переставится Позиции вроде хорошие у черных И не вроде, а на самом деле Но вопрос в том, что план дальнейших действий Не так-то просто изобрести Зачастую в Блице иметь хорошую позицию мало Надо еще понимать, что надо делать А когда ты не знаешь, что надо делать Когда нет напрашивающегося плана Тогда тратишь много времени И это получается очень непрактично Ну что, Сережа, соберись Соберись Ну, ладья С8 не сильно портит обстановку Д3 А белые, знаете, как собираются сыграть? Потом Е3 и Д4 То есть так потихонечку продвигаться пешками Потому что, если бы мы сразу сыграли бы Е3 Тогда на Д3 черные внедрились бы Ой-ой-ой, Б5 Ой, какой жесткий ход С одной стороны пешка С6 становится слабой С другой стороны, как до нее добраться? Конь на С3 у белых стоит И убрать его не так-то просто А идея черных очень простая Надвигать пешки Ферзевого фланга Все дальше и дальше и дальше Итак, ладья С1 Явный прицел на пункт С6 Явный прицел Ну что, А5 Следующая пошла Конь Б1 Ну, пока угроза пешки Е5 Ферз Е6 Да, Ферз Е6, видимо, надо так поставить Чтобы конь, если что, на Д7 мог уйти Так, угрозу пешки Е5 игнорировать нельзя Сережа, ну, побыстрее Ферз Е6, нормальный ход Ну, делает его побыстрее Он Д4, видимо, опасается Да не надо ничего опасаться Там жизнь покажет, что делать дальше Там конь А6, конь Б4, кстати, будет такой ресурс Конь Д2 Вот здесь конь А6 есть ход И на слон С6, конь Б4 Так, ну, у него, видите, другие идеи Он коня на Б3 не пустил Вот планомерно потихонечку усиливает свое давление Армянский шокматист Конь Д5 Ну, вот черных блестящая централизация Но, надо сказать, немножко непрочно здесь все стоит Но пока вроде бы держится Так, слон А5 вроде бы не самая опасная идея Ладья на И8 уходит Да, вот видим, ускоряется Сергей Сергей ускоряется Ну, я с ним в интернете много партий по одной минуте Уже сыграл И могу сказать, что скорострельность у Сергея фантастическая При том, что он уже далеко не малыш Так, смотрите, вторую пешку схрумкал Ой, молодец Ой, молодец, пешку наш ты съел Она не помешает Д4 Ну, вот теперь обострения начинаются Серьезные Не знаю, может слон Ж5 добавить огоньку Ну, давай, Сережа, слон Ж5 И потом коня на Е3 вставим Там забавные матовые конструкции Нет, Ферс А5 сыграл Ну, понятно, что это уже нервы Вот за слоном А5 мы не видим, сколько там секунд остается Но я подозреваю, что в районе 25 секунд А может быть, даже 15 Так что здесь, конечно, ну, 6 секунд Ой, ну это уже, это очень мало 6 секунд слон Ф3 Ой-ой-ой, ну, так-так-так Ферс Ж5 Ну, каким-то чудом пешку Е5 удерживает 4 секунды Вы знаете, играет очень хорошо Сергей Но вот немножечко не оставил себе запаса Зевнуть в такой ситуации что-то элементарно А Петросян сейчас ищет неожиданный ресурс Он не делает напрашивающиеся ходы Он хочет сделать неожиданный ход Это типичная, типичная история Можно, конечно, взять на Д5 и на С8 много раз взять Но этот размен облегчит игру черных Он как раз хочет при полной доске фигур атаковать Так, кстати, у него самого, заметьте, тоже не час времени Е4, конь Ф6, конь Ф6 быстро Ну, Сережа, ну что ж такое 3 секунды оставил себе Взял, ну, Ферзем быстро хватай Быстро хватай Слон С3 на Е6 Так, и на Е5 есть ход конь Д5 Все отлично, все под контролем Все нормально Я настаиваю, что у черных перевес Но по времени По времени очень мало Так, Ладью на Д8 надо вернуть Ладью на Д8 вернуть Нет, шаг наш 7 не страшен Не стоит от него защищаться Ф4 Нет, ну это уже авантюра Ферзе 4 У черных большой перевес У черных большой перевес Лишь бы только флаг не уронил Кстати, белые тоже могут это сделать, да? Ферзе 5 А можно еще потанцевать немножко, да? Ферзе 4 Ферзе 6 3 секунды 2 Так, ну я думаю Петросян-то не должен уронить флаг Не тот он человек Ну что, может быть G6 Вот G6 и коня на F5 вывести Еще H5 можно поставить Так, разменяться на Д2 можно было Ну хорошо, сейчас вот Разменялись на Д2 Взяли-взяли Ну что, C5 может быть? Нет, конь F5 тоже нормально ставить Вилка на Е3 Вилка на Е3 Смотрите Так, так, так Здесь у нас слон Е7 Все стабильно Короля надо увести на безопасное положение Слон Ф3 Ничего белые не предпринимают А черные пешки идут вперед Конь Е3 Ферз выигран Да Это победа Это победа белорусских шахмат Трибуны Трибуны неистовствуют Итак Сергей Жигалко победил Но, собственно, радоваться-то рано Дорогие друзья Сейчас будет вторая партия Вторая партия сейчас будет Так Ну, кстати, забавно, что шахматисты Похоже, отправились куда-то гулять Вместо того, чтобы вернуться за доску Так, Сергей и Тигран Я призываю вас вернуться на свое рабочее место И начинать вторую партию Так, это у нас Рауф Мамедов против Бориса Грачева Ну, это они начали уже второй поединок Я не знаю, чем закончился первый Но здесь такая неторопливая позиционная игра Видите, что пешки переградили всю доску Да, вот здесь прорваться будет крайне тяжело Королевский фланг черных Полная броня На ферзовом, кстати, черные могут атаковать Я думаю, что, скорее всего, в этом положении перевес на стороне черных Конь на Ф5 стоит красиво, но бесполезно Прорывов никаких нет Ф3, Ф4, это, наверное, утопия Так что у Рауф Мамедова есть проблемы Самое забавное, что в этой позиции можно даже качество пожертвовать Поставить ладью на Д4 И пусть конь ее бьет Итак, ну, А4 надо надвигать Да, вы знаете, план черных очень прост На самом деле, следующий ход будет Б5 И потом, наверняка, какое-то вскрытие игры на ферзовом фланге Может привести к тяжелейшим для белых последствиям Так что Рауф нервничает не зря И вообще, когда такое бывало, чтобы у Рауфа на часах было меньше минуты А у соперника больше двух Это говорит о том, что позиция ему категорически не нравится Он не знает, что делать Ну, видимо, на выходе из дебюта допустил Вот, Ф4 Я назвал это утопией Но Рауф шахматист неограниченных возможностей На комбе от Ф4 он наметил удар Ладья бьет Ж5, я так думаю Потом ФЖ, ферз Е5 шах Конь А6, ферз Х8 и дальше что-нибудь Может быть, не получится Может быть, это просто несколько предсмертных шахов Но интересно Вот, смотрите, зачем нужно человеку время на часах? Для того, чтобы в нужный момент подумать Да, ладья бьет Ж5 Мы видим бессмертную, возможно, проигрывающую комбинацию Но Борис смело идет на принцип Все берет Ничего не отдает Конь А6, король Ф8 Ферз Х8, король Е7 Конь Ф5, король Е6 И ничего не получается А если мы не даем не Конь Ф5, а Ферз Х7 Король через Д6 убегает Но есть такой риск, что просто без ладьи останутся белые Может быть, ладья Ж1 какой-нибудь тихий ход сделает? Да, вот делает этот ход Кстати, этот ход не такой уж и тихий Потому что угрожает Конь А6 и ладья бьет Ж5 Вот если у белых ладья подключится к атаке То это будут не шуточки, дорогие друзья Это будет не шуточки, а очень серьезная бойня Ну что, может быть, ладья А7 и вторую ладью подключить? Тогда Конь на Ф4 подвиснет А6 Забавный ход Теперь на Конь Бьет А6 король на А7 спрячется Вот интересный ресурс Опа Вот это номер Нет, ну на самом деле качество Качество сейчас лишнее у черных Ну, можно Король А7 сыграть Ферзь Ф6 можно сыграть Я думаю, что позиция совершенно неясная Но, во всяком случае, отмечаем талант Рауфа Мамедова Который нашел возможность прорваться Молодец Кстати, у белых есть простой план Отвести сейчас Ферзя и сыграть Ф4 И вообще прорваться Ну, вот сейчас просто уводим Ферзя А потом Ф4 Е5 Вы посмотрите, какой нетерпеливый, а? Какой нетерпеливый Ну, сейчас Ферзь Е6, наверное, надо сыграть Пока спокойненько, да? Дело в том, что Да, Ферзь Е6, конечно Пешку на А6 отдавать не надо Но вот сейчас Ферзь Е4 и Ф4 Такой план Правда, на Ферзь Е4 может не понравиться ответ Ладья Ф8 Вы знаете, черным важно ввести в бой Ладью вторую Ну что, давай, давай, Боря Ладья Ф8, браво И белые не успевают сыграть Ф2 и Ф4 Вот только не Ладья Ф4 Ладья бьет Ф2, хороший ход Ладья Д4 тоже не ошибка Да, вы знаете, оттесняют белых Потихонечку, помаленечку Вы знаете, скажу банальность, но Ладья есть Ладья Очень сильная фигура Ну, Ферзь бьет Е5, просто можно побить Ладья Ф4 тоже не ошибка Нормальный ход Правда, белые успели защитить на Е5 Конечно, здесь даже в случае размена на Ж4, взятие на Ф2 Перевес на стороне черных, это понятно Но вот, может быть, этого маловато Ясно, что Савченко хочет чего-то большего Может, пешку на А3 продвинуть пока Ну, король Ж7 тоже правильно Ну, вот Рауф делает форточку На всякий случай в жизни пригодится Так, что Боря надо открывать С4, Б5 Любой ход практически Дает перевес серьезный Ферзь Х2 Видите, как децентрализуется белая фигура Все дальше и дальше от центра Ферзь Д4 Е6 Вы посмотрите, что делает наш-то На Ж4 предлагал жертву Да, ну, на самом деле, просто-напросто Гибнет вся кавалерия белых в центре И, конечно, здесь элементарная должна быть реализация Ну, она элементарная для серьезных шахмат Ну, а здесь, конечно, в блице Мы еще, наверное, увидим пару увлекательных моментов В Б5, Б4 самый простой способ выигрыша Просто привлечь белого к... Ага, ну, вот такой способ Отдал качество Можно ладья Ф4, наверное, начать Хотя, между прочим, это материальное равенство Замечу, дорогие друзья Взяли-взяли на Ф2 и А4 Между прочим, проходная у белых Ну, король Ф6, король Е5, наверное, самое техничное решение А Борис решил сначала обезвредить черную пешку Вы знаете, в ладейном окончании еще есть шансы на спасение Так Напали на пешку А4 Самый главный козырь у черных это пешка на Ж5 Ну, Ж4 А почему Ж4 не сыграл, не совсем понимаю Надо, конечно, пешку толкать вперед Так, ладья Ф1 Взяли на А4 Ну, не знаю, довольно странная затея у Савченко Зачем он короля на Д5 отправил? Сейчас же пешка на А6 потеряется Нет, ну это совсем другой калинкор Я думаю, что позиция уже практически ничейная Борис, ты не прав, да? Помните классическую советскую фразу? Ну, как же так? Ну, как же так? Сейчас еще на пешку меньше будет Так же А, так, 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 ну, делай ход Ж2 Так, ладья Ж2 Ну, я думаю, что сейчас белые просто отдадут ладью и будет битой ничья Ну, взяли на А6, да? На А6 надо брать И тогда ладья бьет Ж2 Ладья бьет А6 Да, элементарная ничья Дело в том, что белые отдают ладью за пешку И пешка Д идет вперед Ага, угрожает ладья Ж4 Секундочку Надо бить на Ж2 сразу И Д5 Я думаю, что здесь черные, ну, никак не успевают Следующий ход Д7, король Д6 Это элементарная ничья Ну, что поделать Вот перемудрил Савченко Конечно, имея такой громадный перевес Он захотел сыграть технично А получилось очень нетехнично Да, ну, Рауф сейчас дико доволен Потому что такую позицию спасти Это небывалое везение Так, возвращаемся к Жигалка Крупно на доску я прошу показать 20 секунд у Жигалка Так, пока не могу понять конструкцию Кажется, лишняя пешка у Петросяна Нет, она еще пешка на Д5 жива Так, 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 так Смотрим, материальное равенство Но пешка на Д5 подвисает Брать на Е5 нельзя из-за вилки Ой, из-за связки, да? Конь Ж5 Угрожаем где-то выпрыгнуть ферзем на Ф3 И напасть на пешку Ф7, да? Например, на ладья бьет Д5 Д5 ферзь Ф3 Неприятный ресурс Ну что, нас снова ждет нервная концовка Ну что, может быть, если сыграть А6 То конь через Е4 переберется, да? Так, конь Е4 Белая пешка продолжает жить Сейчас, наверное, на Д6 отправится Ладья Б6 Хорошо играет Сергей Хорошо, но медленно Хорошо, но медленно Ладья Ц6, наверное, да? Пешку оставить Пешку оставить втрою Размен, размен, еще размен И, кстати, наверное, черный эту пешку все-таки окучит Размен на Ц6 Размен на Д1 Нет, не решился Не решился Тигран И вот пешка отправилась вперед Недобитая контра Отправилась в контратаку Да? Взяли на Ц8 Да, я думаю, что здесь у белых перевес Смотрите, еще вторую Еще пешку на Ц4 съел Браво, Сергей У белых просто выигранная позиция, по сути Ферзь Ц5 Просто или ферзь Да, ферзь Ц5 И потом конь Ж5 Да, конь Ж5 Надо нападать Нападать надо Каждым ходом Здесь под ладья Б8 подставляемся Не совсем понятно, что это Конь Ц5 Тоже, кстати, неплохо Слон Ц4 Начались нервы Слон Е4 Ставь фигуру в центре Не ошибешься Д7 Ой-ой-ой-ой-ой Зевнул Нет, не зевнул Сам успел схватить на Д8 Так Ну, я думаю, что ферзь сейчас должен уйти Слон Ц4 Ферзь Ц8 И Д8 ферзь Да, надо сдаваться Блестяще Итак, вторую победу подряд поддержал Сергей Жигалко И теперь в следующий раз мы его увидим явно на первом столике Белоруссия идет вперед, ну а Тигран Петросян временно отходит в тень Так, давайте смотрим, что происходит дальше Рязанцев-Грачев Вот эту пару мы не посмотрели Но, наверное, в следующем Вот победитель пары Рязанцев-Грачев Наверное, в следующем турец играет с Жигалко, я так думаю Ну вот видим, что опустили первые столики Я вижу, как Виктор Михалевский играет и завершил свою партию Насколько я помню, он тоже из Белоруссии Пусть меня зрители поправят Откуда? Из Гомеля Из Гомеля, ну вот Все белорусские шахматисты рано или поздно возвращаются назад Центр притяжения, знаете, гравитации действует Геометрия нашего мира такова, что рано или поздно все прямые приводят в Минск Эйнштейн об этом не знал, но догадывался Так, взятие на Д4 Это у нас Женя Романов, шахматист из Петербурга Ну вот здесь все разменивается Позиция нет, не скучная Вы знаете, ладейник с лишней пешкой у черных Я думаю, что технические сложности для достижения победы имеются, но вполне решаемые Здесь шансы на победу очень серьезные В отличие от окончания с пешкой А, на вертикали Б шансы огромные Итак, ладью надо поставить на Б1 И королем просто бежать к этой пешке, оставляя под боем пешку Ф7 Король Е8, король Д8 и так далее Так, король Д8, вперед, вперед Король Д8 взял на Ф7 и ладья Ц1 Вот такой вкратчивый ход Угрожает Б2 Ладья Ц1 И на ладья Б7 ладья Ц3 Вот, браво, я вижу техничного шахматиста Ой, молодец, ой, молодец, Женя Видно, что человек учился в шахматной школе Вот, Б2 А потом король Ц8 начнет оттеснять ладью И теперь черный король приподнимается Ну, угроза пешке Х5 Это миф, конечно Ладья Б5 еще не точный ход Потому что дает еще один темп Черный король на Ц6 приходит Я подозреваю, что позиция уже проигранная должна быть Король Д5 Король Д5 А король Ц5 тоже неплохо Угрожает король Ф4, тогда шах, а ладья Б4 Ну, это просто сдаться надо Это зевок, дорогие друзья Ладья идет на Б4 и партия заканчивается Ну, виртуозная техническая работа Но к тому же время просрочил На самом деле шахматист просрочил время Жене Романову надо обратить внимание на циферблат Да, все, он выиграл, молодец Итак, дорогие друзья, заканчивается седьмой спаренный тур Видите, что основная масса народа уже гуляет Давайте погуляем и мы Полчаса гуляем, потом возвращаемся в эфир Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!